всем привет сегодня я хочу поговорить с вами о новых приобретениях моих это были приобретения из корейской косметики я приобретала сыворотку для лица крем для лица увлажняющий и средства для умывания я очень много смотрела видео о этой косметики мне очень хотелось много всего попробовать но как мы знаем не все всегда подходит для нашей индивидуально для нашей кожи поэтому я смотрела приближенно тех девочек у которых такая же кожа как и у меня ладно давайте о каждом средстве по отдельности расскажу вот к примеру вот это вот средство для умывания она от тони молли и пользуюсь я им уже месяц где-то приблизительно здесь у нас получается 180 миллилитров объем просто бомбезный его хватит надолго потому что средство очень экономично вот только в принципе я использовала в общем средство это идет с алоэ она очень густое буквально вот такой вот даже горошинки может даже в принципе чуть больше хватит для того чтобы нанести на лицо и умыться потому что при распределении она имеет свойство мылиться как-то пенится вот видите из-за такой горошины такое вот количество огромное пены это средство именно глубокого очищения помывает всю грязь без остатка и я это ощущаю очень мне нравится это средство я не знаю она конечно подсушивает немножко кожу как-то больше подходит наверное на период вот весны и лета осенью вот конец весны лето и начало осени где-то так именно для моей жирной комбинированной кожи после этого средства нет такого чувства стянутости на лице но вот всякие какие-то высыпания ранки подсушивают конечно на ура мне очень понравилось но я приобретала средства для умывания на конец зимы именно вот это вот алоэ умывалка не подходит для зимы даже для комбинированной кожи и в том числе для комбинированной кожи она не подходит для сухой так я вообще не рекомендую вот это средство потому что будет высушивать кожу в любом случае и давайте приступим к крему для лица хотела в принципе крем от мизон знаменитые вот эти вот улиточные крема но их не было в наличии в общем в принципе этот крем тоже неплохой он тоже идет от мизон этот крем называется нон-стоп waterfall aqua cream мне он нравится 50 миллилитров объем сам крем очень такой прозрачный можно сказать он как-то даже немножко какой-то синеватый что ли он очень легкий такой чуть не чуть гуще чем водичка но он еще плюс и имеет свойство таять вот на коже соприкасается и прям сам растворяется крем хорошо увлажняет кожу не имеет каких-то запахов нет у меня высыпания от этого крема мне он очень нравится но этот крем не тоже на зимнее время увлажнение было маловато потому что вот у него такая очень легкая текстура защиты от мороза тоже никакой нет за счет его легкости и соответственно я конечно немножко некомфортно себя чувствовала выходя на улицу но вот сейчас на весну и я думаю лето если мне его хватит до лета я буду им пользоваться с удовольствием мне он подойдет как раз макияж ложится на него супер если конечно не толстым слоем его налаживать если в два слоя вот я пробовала два слоя наносить либо плотным слоем конечно начинают скатываться особенно биби крема вот эти вот корейские но так в принципе крем неплохой не знаю мне очень понравился но хочу все равно попробовать улиточные еще одно средство это сыворотка тоже от мизон я очень хотела попробовать начиталась отзывов на косметисте опять же то как девушка описывала вот эти вот все сыворотки там была такая в темно-синем бутыльке была и в желтом желтом было масло в темно-синем это сыворотка антивозрастная была и она очень подходила бы на зиму но я ее не нашла в нашем магазине нашла именно только вот такую думала она мне тоже на сейчас подойдет она по моему с гиалуроновой кислотой если я не ошибаюсь у меня сейчас нет упаковки от нее не могу ничего сказать если что вставлю в самом видео где-нибудь в углу вот здесь или вот здесь вставлю картинку именно описание так вот средство само по себе как и писала девушка в принципе она очень жидкая чуть гуще чем наверное вода на самом деле его хватает надолго потому что я использовала его тоже около его хватает надолго потому что я его использовала я пользовалась этой сывороткой тоже в течение около месяца наверное и что хочу сказать здесь кстати 30 миллилитров почему-то говорят что раньше они 50 были миллилитров не знаю по моему 30 так и были ну неважно и сама вот эта гиалуроновая кислота получается для нас ну не как яд ну что-то вроде того нельзя пользоваться в общем зимний период средствами с гиалуронкой я вообще никогда не знала этого пользовалась этим средством но сейчас перестала тем более что в принципе все вот эти сыворотки их нужно наносить после нанесения крема не знаю почему именно корейцы наносят после если я не ошибаюсь конечно по моему после они наносят дабы ускорить и усилить процессы самого крема это все сделано но я наносила всегда до мне как-то так удобнее было потому что я пробовала наносить после это получалось какая-то вот каша кися-мися на лице не знаю мне мне не нравилось особенно с вот этим кремом может они как-то именно в качестве использования вот именно так не подходят но нанося на лицо вот эту сыворотку и после нее крем вот этот все прям крем впитывается идеально очень удобно что здесь есть пипетка и я буду пользоваться этим средством уже летом наверное ну где-то может мая месяца вот так вот в общем как потеплеет так я и буду пользоваться еще я приобретала вот такой спонж от соем это спонж коньяку он у меня сейчас в таком твердом немного состоянии в мокром состоянии конечно он выглядит намного больше в объеме очень хороший спонжик довольно и рада что попробовала потому что здесь еще знаете что заметила у него у него каждая сторона отвечает за какую-то свою определенную функцию к примеру вот это вот такая более плоская сторона она она больше действует как скраб такой как пилинг отшелушивает все ненужное сглаживает в общем если у меня есть какие-то высыпания на лице то они подсушиваются то они отшелушиваются со временем и вот эта вот сторона которая более такая округлая она делает такой финиш на лице придает гладкость лоск и сужает поры соответственно получается эта сторона у нас раскрывает поры всю грязь из них вымывает а эта сторона получается закрывает по идее поры по моему использовать его можно три месяца максимум а потом нужно приобретать новый еще я приобретала вот такой вот крем под глаза или крем для век от мизон очень понравилась мне эта марка да и отзывы хорошие в принципе почему бы и не попробовать самой выглядит тюбик вот так есть в баночке в баночке идет 30 миллилитров я приобрела 15 так как в баночке не особо удобно туда нужно пальцами лазить а здесь получается есть такой вот носик удобный мне очень нравятся какие-то средства и либо продукты для лица которые с таким носиком и сейчас вам кратко зачитаю что написано что заявляет нам производитель это крем для кожи вокруг глаз с экстрактом улитки от мизон 80 процентов экстракта улитки что замедляет процесс старения кожи способствует эффективному уходу за кожей лица эффективно борется с морщинами кожа становится такой гладкой под глазами очень такой напитанной ухоженной я допустим если использую его на ночь утром у меня кожа под глазами не знаю как это сказать она видно что она напитанная ухоженная и мне это очень нравится на дневной период если использовать хорошо ложится консилер и вообще макияж очень хорошо держится на этом креме и в принципе кожа под глазами не пересушивается я очень полюбила его буду конечно пользоваться им дальше если на тебе все что я хотела показать вам из корейской косметики я очень довольна что попробовала продукты которые я хотела попробовать которые мне были интересны я в принципе всем довольна никаких разочарований у меня не оказалось к моему удивлению всегда боишься покупать что-то новое так как есть возможность того что человек который оставил хороший отзыв на тот или иной продукт ему может это подходить а тебе нет ну по моему корейской косметики это не касается никак всем спасибо за внимание и до новых встреч пока пока